МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От плюс пятин днём до минус десяти ночью. Дождь и мокрый снег могут стать причиной гололёда. С утра расчищать автотрассу пришлось только на подъезде к Сорску. Дорожная обстановка в Хакасии пока остаётся спокойной. Всплеска аварии избежать удалось. Тем не менее, ГИБДД призывает водителей быть внимательнее. Не рады предстоящим холодам в посёлке Шира. Здесь жители двухквартирных домов остались без центрального отопления. Отопительный сезон начался полтора месяца назад, но трубы в их домах так и не потеплели. Причина – стопроцентный износ сетей. Константин Кравцов подробнее. Нахожусь, как я говорю, не на заслуженном отдыхе, а в незаслуженном, а дом. Погода в доме пенсионерки Любови Гераськовой зависит от погоды на улице. В этом году батареи в комнатах так и не ожили. От холода бывшего учителя английского не спасает и маленькая печка. Очень холодно. У нас каменные стены, и поэтому и нагревается быстро, и остывает быстро. Я с 3 октября не знаю, что делать. Вот так вот. В холодном плену оказались жители двух улиц Шира – имени Курчатова и Шевченко. Во всех бедах люди винят сельсовет и местных коммунальщиков. Как выяснилось, проблема зарыта в земле. Где-то порыв трубы. Сложившейся ситуации можно было избежать, уверены люди. Проведя еще летом нужный ремонт. Они не говорят, что мы будем делать, но не говорят когда и ничего не делают. Есть вопрос. То есть замкнутый круг. Вроде бы и не отказывают нам, но в то же время ничего абсолютно не делают. Сейчас уже зима, снег вот идет. Даже не знаем, к кому обращаться. Пойдет в ЖКХ, где деньги платят. Они говорят, мы ничего не знаем. Понимаете, даже я позвонила, вот я же говорю, звонила Ковалеву, он говорит, все сделаем. Позвонили Гончарову, сейчас Ковалев вроде бы в отпуске, я не знаю. В отпуске до 6 ноября. Вот, он говорит, даже это ваши проблемы. Центральное отопление в Ширинские двухквартирки проводилось два десятка лет назад, и за это время ни одного капремонта сетей. В первую очередь заменить нужно около 300 метров магистрали. По счастливому совпадению, именно сегодня сельские власти обнаружили необходимые для ремонта миллион 200 тысяч. Деньги выделены, работы начнут буквально сегодня, после обеда. Будут скрывать теплотраж и менять полностью трубопровод. А когда можно людям тепло в домах? Ну, в течение, наверное, недели этой. Ну, как, неделя-полторы. Самая большая. Ситуация в Ширак, к сожалению, довольно типичная. Проблема начинает решаться, когда доведена до крайней точки. В поселке уже во всю зима. И несмотря на обещания коммунальщиков, замерзающие люди намерены искать виновных. Они уже обратились за помощью в прокуратуру. Константин Кравцов, Сергей Казмин, Вести, Хакасия. В Аскизском районе в реке утонула двухлетняя девочка. Трагедия произошла в деревне Луговая. Накануне женщина привезла двоих детей к родственникам и уехала на работу в Аскиз. Днем четверо малышей, старшим из которых по пять лет, играли во дворе дома и на улице. Через некоторое время они сказали, что не могут найти сестру. Взрослые бросились искать девочку и нашли ее в протоке реки Аскиз уже мертвой. Следователи проводят проверку. Проблемы с миграцией остаются главной темой для КПРФ в эти дни. Коммунисты предлагают в России создать отдельную должность. В одних руках сосредоточить координацию госполитики в сфере миграции. По мнению коммунистов, это должен быть чиновник в правительстве, который будет курировать структуры, работающие с приезжими рабочими. Свои идеи партийцы поделились на правительственном часе в Госдуме. Пока инициативу не все одобряют. Противники считают, что уже созданные ведомства должны успевать решать проблемы с гастарбайтерами. Сегодня в селе Подсиние пожарные проверили состояние электрических сетей многоэтажных домов. Здесь вынуждены были отказаться от газоснабжения, и многие жители не уверены, что старые электросети выдержат увеличившуюся нагрузку. О результатах проверки Олеся Калиниченко. В селе Подсиним пять многоэтажек. Все они с 17 октября остались без газа, и теперь во всех квартирах пользуются электроплитами. Чтобы дойти до каждого и попросить людей не перегружать электропроводку, противопожарная служба Алтайского района собрала отряд из 20 человек. Юные пожарные раздавали жильцам памятки, тем самым подтверждая людские опасения, что проводка может не выдержать. Параллельно с противопожарной службой по квартирам ходили представители жилинспекции. Их задача была визуально проверить состояние электрощитков и зафиксировать количество электроприборов в каждой квартире. Собранная информация позволит сделать вывод, выдержат провода повышенную нагрузку или нет. По тем жилым помещениям, по которым прошли, то есть по многим помещениям проводка не менялась, не менялась именно с учетом того, чтобы с подключением электрических плит. Оставшимся без газа рекомендуют приобретать маломощные электроплиты, но последние в основном китайского производства, что не добавляет людям уверенности в их безопасном использовании. Свет стал тусклый, не так, как обычно. И страшно, страшно включать, что боишься, вдруг где-то что-то замкнет, и ребенок приходит со школы, будет один. Страшно детей сейчас оставлять, потому что такая проводка. Хоть и говорят, делайте, но делать как, за свой счет. Каждому жителю еще раз напомнили, как вызвать спасателей или пожарных с мобильного телефона. Как выяснилось, и большинство взрослого населения, тем более пожилые, не знают, как это сделать. Олеся Калинченко, Владислав Пустовойт, Вести, Хакасия. 250 миллионов рублей будет выделено в следующем году на строительство центра спортивной подготовки в вершины Тёя. Это позволит расширить его возможности. Уже в конце октября, начале ноября в спортивный центр начнется заезд участников сборной России по лыжам. Основной состав олимпийской сборной в Сочи 2014 будет формироваться именно в Хакасии. А с 24 по 26 ноября в республике состоится континентальный кубок Восточной Европы. И в Тёю съедутся более 2000 спортсменов из 65 регионов. Жители дачного района Орбита просят власти города оставить им автобусный рейс. С тех пор, как в садовых товариществах стала возможна прописка, люди в этом районе проживают в течение всего года. А вот автобус по-прежнему курсирует лишь в дачный сезон. И 1 ноября его рейс будет закрыт. О том, будет ли решена эта проблема Юлия Константинова. Узнав, что собрание жителей дачного общества Кайбалы пройдет в Абакане, Кема Гнускова решила сразу, она должна там быть. Чтобы поделиться, третий год вынуждена провожать и встречать со школы внучку. Вот утром, значит, идём. Холод в 40 градусов, морозы или в жару. Потом вечером детей освобождаю. Тут уже седьмой час, ещё ребёнка нет. И вот она в 8 часов будет туда ехать. Это мне надо встречать. А сейчас везде такая преступность и такая вообще за детей все боимся. А у нас никто за это не отвечает. Дочь Дели Богоевой, школьница тоже, учится со второй смены. Поэтому наступление зимы для женщины просто катастрофа. Я работаю с утра до вечера. Я даже не предполагаю, что делать в такой ситуации. Кому в больницу, кому в гости, кому просто погулять по центру Абакана. Ведь район Орбиты теперь городской район. По приблизительным подсчётам, сейчас здесь живут почти 2000 человек. 250 активистов подписали обращение с просьбой решить транспортную проблему. Живу на улице, вторая вражная. До газели я иду 25 минут. Придёшь на остановку, газель идёт полная, не останавливаются. Стоишь ещё минут 40, а мне к 8 на работу. Как же мужу? У меня внуки приезжают, тоже учатся в техникуме. Внук приезжает. Так что если бы всё было нормально, ходил автобус, ездили бы люди. Там остановка есть, можно останавливаться. Всё есть. Всё для этого есть, но никто не хочет этим заняться. Возможно, потому что закон прописывать на дачах сегодня в стране принят. Неясно, кто отвечает за инфраструктуру. Фактически создание её – добрая воля муниципалитетов. Но будет ли она добрая для жителей Орбиты, станет известно лишь в ноябре. По закону 30 дней даются городским властям для официального ответа. Люди надеются только на положительный. Ведь можно, предлагают, продлить хотя бы на одну остановку первый автобусный маршрут. Или оставить несколько раз в день дачный. Юлия Константиновна, Владислав Пустовой, 200 Хакасия. Сегодня в Хакасии прошёл тренировочный ЕГЭ по английскому языку. 77 будущих выпускников из городов и районов республики проверили свои знания в Черногорске и Абакане. Знания языка проверяются в письменном грамматическом тесте и устной речи. Технология проведения ЕГЭ по иностранному языку ориентирована на проверку умения участников произносить монологи на заданную тему. Устные ответы записываются на цифровой аудионоситель, оцениваются экспертами и вместе с письменными ответами направляются в федеральный центр тестирования для централизованной проверки. В преддверии морозов остались на улице. Семья Фазиловых из Абакана лишилась всего имущества в считанные минуты. Причина – пожар. Сейчас супруги с дочерью и внуками вынуждены уютиться у знакомых в небольшом доме. На то, чтобы восстановить собственное жилье, предстоит потратить немало сил и средств. У меня вот это уже… Второй пожар это у меня в жизни. Ну, тогда лето было, в чем были, в том остались. И сейчас также остались ни в чем. Горе и переживания мужчинам показывать не принято. Между тем, во время нашего разговора на глазах главы семейства наворачивались слезы. И действительно, то, что пережила семья, страшно представить. Утро вторника обернулось для Фазиловых настоящей катастрофой. Когда супруги с дочерью и маленькими внуками завтракали, в котельной, пристроенной к частному дому, вспыхнул огонь. Мы-то думали, быстро пожарник приедет и потушит. Даже только с собой взяли, что в руки попался, документы, пакет документов. И все. Пожар такой был. И он перекинулся. У нас два участка было. И на второй перекинулся, пока пожарники приехали. В общей сложности выгорело более ста квадратных метров площади. Два дома располагались на участке в дачном обществе «Орбита». Глава семейства рассказал, что строили жилье основательно, так, чтобы места хватило всем детям. Трое из них студенты. Старшая дочь с малышами пока живет с родителями. Первостепенный вопрос сейчас – подыскать временную квартиру. Сегодня не остаться на улице помогают знакомые. Надежда Изотова приютила семью в своем небольшом доме. Я давно их знаю. Давно, лет 10 я их знаю. Ну, пришли люди, попросили. Ну, как, ну, не откажешь, такое горе, правда ведь, людям? Спасибо вот землякам. Они вот помогают, помогли хоть с вещами. Глава семейства говорит о навалившихся проблемах с большим стеснением. Между тем, очевидно, сейчас погорельцам требуется любая поддержка. И финансовая, и в виде рабочей силы, спецтехники, стройматериалов. Нужно вывести обуглившиеся остатки постройки и на первое время огородить участок забором. В будущем семья планирует здесь строить новый дом. Телезрители, которых не оставила равнодушная беда Фазиловых, могут позвонить по указанным на экране телефонам. Наталья Громашова, Анна Ахпашева, Антон Новожилов, Владислав Пустовой, от Вести Хакасия. О том, как избежать пожара в доме, мы поговорим в рубрике «Интервью». Сразу после Вестей. У нас в гостях будет Алексей Налобин, государственный инспектор Республики Хакасия по пожарному надзору. Не пропустите. А из новостей у меня к этому часу все. Хорошего вам вечера. И увидимся на канале «Россия-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова